Прибор идет с заводскими настройками. По умолчанию установлен английский язык. Что нам нужно сделать для того, чтобы провести настройку прибора первоначально? Нам нужно войти в раздел настройки, сетап. У нас появляется дополнительное меню, в котором нам нужно для начала отобразить, выбрать правильный язык. В данном случае это русский язык. Далее приступить к настройкам функции записи данных пациента. Для этого нам необходимо войти в меню «Доступ и защита», в результате чего нам предлагается выбрать несколько опций. Активировать сервисный пароль или активировать управление доступом на основе роли. В нашем случае, поскольку мы пользователи, нам необходимо выбрать второй вариант. У нас появляется меню, при котором нам предлагают создать пароль. Создаем свое имя, которое нам будет удобно, в котором мы сможем себя распознать. В данном случае мы напишем слово «админ». Дальше мы создаем пароль. Для этого нужно соблюсти следующее условие. Мы должны ввести минимум 8 символов, один из которых будет заглавным, минимум один строчным и минимум одна цифра. Для этого я создаю пароль в слово «администратор». Первую заглавную букву, далее пишем целиком слово «администратор». Вы можете использовать любой другой вариант, который будет соответствовать данным критериям. Повторяем ввод пароля. И подтверждаем пароль администратора. У нас открывается дополнительное меню, которым мы можем управлять данными пациентом. Управление данными пациентом осуществляется следующим образом. Нам необходимо войти в папку «Управление данными пациента». У нас появляется меню, в котором нам нужно выбрать предлагаемые опции. В обработке данных о пациентах мы указываем локальный рабочий список. Захват разрешен. Лимит хранения вы можете установить от одного дня до неограниченного. Мы оставим неограниченным. Маркировку «Нет данных пациента» поставим так, чтобы можно было их распечатывать. В папке отсутствуют данные пациента. Добавить данные пациента к именам папок. Режим экспорта. Мы можем установить в зависимости от того, куда мы будем сохранять данные пациента в сеть, в сеть или на хранилище USB. Мы оставим просто USB, поскольку в нашем случае сеть недоступна. Все, далее мы выходим из меню. Начинаем процедуру. У нас появляется в верхнем левом углу меню пациента. Пациент не выбран. Мы выбираем нового пациента, сдаем ему имя. Здесь предлагается ввести данное имя, фамилию, дату рождения, пол, карту пациента, карту истории болезни, имя врача и название процедуры. Для того, чтобы сохранить запись, минимально необходимо ввести какие-либо символы в раздел фамилии пациента. Назовем его «Тест». Здесь две опции. Добавить список процедуры или выбрать пациента для процедуры. Мы выбираем пациента для процедуры. Поскольку мы сейчас будем проводить процедуру. Далее мы подключаем головку камеры. В области информации вы можете проверить подключенное устройство. Головка камеры TH-130. И пользователь, который вошел, это админ. Начинаем запись изображения. Появляется сигнал, что идет запись видео. Для остановки видео нажимаем повтор на эту кнопку. Запись фото. После того, как мы закончили, наверху появляются индикации того, что было записано. Два видео, одно изображение. Мы можем войти внутрь, ввести данные. Врача название процедуры. Врач-доктор. Процедура. Процедура ИНТ назовем. Далее мы должны, для того, чтобы данные полностью сохранились, мы должны завершить процедуру. Процедура завершена. Далее у нас появляется индикация того, что у нас на жестком диске появилось во внутренней памяти видео. И фото. Для того, чтобы перенести их на USB накопитель, нам необходимо подключить USB накопитель к телепаку плюс. У нас появляется индикация, достаточно ли места на USB накопителе. Дальше мы нажимаем передачу данных. Выполняется перенос данных. По завершении переноса данных у нас появляется надпись, что передача данных была успешно завершена. После этого мы удаляем флеш-накопитель. И, соответственно, данные перенесены на USB накопитель. А после того, как мы вышли из учетной записи, для того, чтобы нам войти в нее, необходимо ввести пароль, который мы вводили изначально для данной учетной записи. Поскольку она вводилась на английском языке, нам необходимо вернуться в меню и выбрать меню клавиатуры на английском языке. Язык клавиатуры меняем обратно на английский язык. Ход выполняем, вводим пароль администратор. Выполняем вход. У нас открывается доступ к списку пациентов. Значит, для того, чтобы вводить пациентов на русском языке, мы входим в меню, выбираем язык клавиатуры, русский язык. Либо используем английский. В зависимости от того, как вам удобно. Далее создаем пациента. Вводим его имя, фамилию, дату рождения, историю болезни, ID, карту пациента, данные врача и процедуры. При сохранении файла на USB-накопитель у нас имя файла будет содержать имя, фамилию пациента, его дату рождения и ID пациента. Значит, создаем нового пациента. Иванов Иван Иванович. Год рождения 1980. Месяц январь. 5 января. Выбираем пол мужской. Вводим номер карты. 1, 2, 3, 4, 5. Сохраняем в пациента в список, который будет доступен в данный операционный день. Добавляем нового пациента. Вводим в данном случае женскую фамилию Иванова. Дата рождения 1985. Месяц август. Это август. Пол женский. Номер карты. 4, 5, 6, 7, 8. Сохраняем пациента. Добавляем его в список. При начале работы мы, соответственно, выбираем пациента, который у нас есть в заведенном списке. Выбираем Иванову Анну. Указываем врача процедуру, если требуется. Выбираем пациента. Начинаем процедуру записи видео. Фото. Останавливаем запись видео. Сохраняем процедуру. Завершаем процедуру. После завершения процедуры данный пациент из списка пропадает для того, чтобы мы не могли случайно переписать следующую процедуру на его имя. Далее в нашем списке остается еще один пациент, который запланирован на сегодняшний день. Мы выбираем этого пациента. Можем добавить фамилию врача, название процедуры. Выбираем пациента. Осуществляем запись видео. Запись фото. Выбираем пациента. Завершаем процедуру. И у нас из списка пропадают все пациенты. И система предлагает нам заполнить нового пациента, если в этом есть необходимости. Далее. Поскольку у нас USB накопитель был не подключен, вся запись сохранялась на внутреннюю память Telepack Plus. Соответственно, для того, чтобы перенести эти данные, нам требуется USB накопитель. Появляется информация о том, что флеш-диск подключен. И можно начать передачу данных на USB. Нажимаем кнопку передачи данных. Появляется строка о том, что выполняется перенос данных на USB накопитель. По завершении появляется также информация о том, что запись была перенесена на USB накопитель. После удаления USB накопителя, вся информация с жесткого диска была перенесена на USB накопитель и уже не сохраняется в памяти прибора. После того, как вы завершили все процедуры, вы можете выйти из своей учетной записи, чтобы никто не мог под вашим именем войти и внести конфиденциальные данные пациента. После того, как вы выйдете из своей учетной записи, у нас значение списка процедур с пациентами, списка пациентов пропадет. То есть ввести данные пациента мы распароленными уже не сможем. Для этого нам потребуется выполнить процедуру входа в учетную запись.